Девушки отдыхают Девушки отдыхают И увидели пожилую женщину в окружении пары молодых людей Они приветствовали нас И мы узнали, что этой женщине 93 года И что мы пришли в церковь, которую она построила вместе со своим мужем в 40-х годах После того, как они построили церковь, в стране началась революция Религиозные собрания запретили, и их церковь закрыли Они начали тайно встречаться с другими верующими у себя дома Потом была другая революция В этот раз ее с мужем разделили И отправили в разные лагеря на перевоспитание Они больше не виделись Его пытали, и он умер А она 20 лет находилась вдали от родных и друзей Эта пожилая женщина была почти глухой У нее хватало сил лишь на то, чтобы говорить шепотом Но когда она рассказывала нам свою историю То время от времени громко говорила Спасибо отче Даже во время боли и страданий Она не переставала верить, что ее жизнь всегда была в руках верного Бога В конце 70-х ее выпустили из лагеря В 80-х годах она вернулась в город И потребовала ключи от своей церкви Она открыла детский сад, взяла молодого пастыря И начала снова проповедовать Евангелие Тогда я впервые встретился с последовательницей Иисуса Которая переживала серьезные гонения за веру В ее случае это были гонения со стороны государства Семьи могут гнать других членов семьи А компании своих работников Благодаря этой женщине я понял, что люди могут убить тело, но не душу Радость и решительность святых в гонениях Это прекрасная и загадочная вещь Мартин Лютер, еще один гонимый святой, написал четыре столетиями ранее Пусть вещи и связи уходят, как и эта смертная жизнь Они могут убить тело, но Божья истина все равно прибудет И Его царство вечно Иисус обещал своей церкви, что гонения будут И обетование исполняется две тысячи лет Как говорит сайт, открытые двери За последний год более 340 миллионов христиан живут в местах, где они могут переживать серьезные гонения и дискриминацию 4761 христианин был убит за свою веру 4488 церквей и других христианских зданий подверглись нападениям 4277 верующих задержали без суда Арестовали, приговорили или посадили в тюрьму Все это не является неожиданностью для Господа Иисуса, который говорил, что эти вещи ждут Его церковь в этом мире Сегодня мы будем рассматривать фрагмент о гонениях Мы узнаем нечто о том, кто посылает, кого посылает И кресте, который они должны нести Сначала мы поговорим о том, кто посылает Он знает, что делает Когда Иисус посылает своих последователей То ясно говорит, что гонения и боль будут частью их жизни Петр позже пишет церкви Возлюбленные, огненные искушения для испытания вам посылаемого Не чуждайтесь, как приключение для вас странного Это 1 Петра 4, 12 Иисус явно говорит об этом, давая задание церкви Вот я посылаю вас, как овец среди волков Давайте рассмотрим 4 слова в первой части этого стиха Я вас и овец Во-первых, стих начинается со слов Вот я Иисус говорит, я посылаю Мы должны помнить о том, что Иисус посылает Когда я оказался в трудной ситуации И кажется, что все вокруг ненавидят меня Я должен помнить, что меня послал Иисус В Матвее Иисус посылает учеников позаботиться о потерянных овцах Чтобы научить Он даже посылает нас в огонь Далее давайте рассмотрим слово «вас» Это слово стоит во множественном числе В Техасе это бы звучало как «всех вас» Это «вас» касается не только группы учеников того времени Но всех учеников всех времен Оно касается не только миссионеров, готовых идти на риск Это слово касается «вас», «нас» и «их» Мы — одно тело Церковь во всем своем разнообразии Это тело Христово Если церковь в одной части мира гонима То все мы ощущаем боль, как тело ощущает боль руки Ужасные гонения С которыми сталкиваются некоторые Это пророческий голос для остальной церкви Вот что значит по-настоящему Следовать за Иисусом Третье слово — овцы Иисус посылает нас как овец Если вы следили за Иисусом в Евангелии от Матвея То могли заметить, что Он поменял метафору Или точнее, применил ее по-новому В конце 9 главы Он называл толпы овцами Потому что они были потеряны и беспомощны И сбиты жизнью А в начале 10 главы Он посылает своих учеников Чтобы они заботились о потерянных овцах А теперь, когда Иисус рассказывает о том, чего нам ожидать в нашей миссии Он говорит, что мы — это овцы Но мы не те овцы, которые мирно жуют травку за забором Мы овцы, окруженные волками Овцы являются одними из самых уязвимых животных Потому что у них нет защитных механизмов Собаки кусаются, кошки царапаются Лошади пинают, а слоны топчут Даже мыши и крысы могут скрыться Через дырки в стене Но что могут сделать овцы? Они — легкая добыча для волков Даже целое стадо овец Не может противостоять волку Так, почему же Иисус поступает так? Он посылает своих людей в ситуации, Где они могут пострадать? Путь Царства Небесного Приходит в мир через смерть Другого пути нет Иисус не послал нас, как волков, которые могут поглощать мелкую добычу, расширяя свою территорию Гонимая церковь напоминает своей церкви, что царство растет и церковь созидает только через смерть Есть известная фраза Тертулиана из ранних дней церкви Он сказал, кровь мучеников — это семя церкви Но вопрос не только физической смерти Гонимая церковь шла на невероятные жертвы ради Евангелия Это напоминает нам о том, что смерть — это путь к жизни в Царстве Небесном Иисус называл Себя семенем, которое будет посажено Вся его жизнь сводилась к тому, чтобы стать жертвой за грехи И Он призывает нас к тому, чтобы мы ежедневно умирали в различных вещах Мы подробнее рассмотрим эту идею позже Хоть овцы и уязвимы и не имеют защитного механизма, у них есть тайное оружие Пастух Пастух, который лично присматривает за каждой овцой и определяет, что лучше для каждой лично Иисус посылает нас как овец среди волков Но Он также говорит «Я всегда с вами» Овцы никогда не отделены от пастуха В опасности Он всегда с нами И даже когда Он посылает нас в огонь, то говорит «Даже если вы пойдете через огонь, вы не обожжетесь» Огонь не поглотит вас Во-вторых, давайте посмотрим на тех, кого посылают Мы будем знать, что делать В это страшное время, когда люди ненавидят нас за веру, Иисус дает нам практические советы Он говорит, чтобы мы были мудры, как змии, и просты, как голуби Мы овцы Да, но есть другие существа, на которых мы должны быть похожи Во время гонений мы должны быть мудры и просты, или невинны Для начала нам нужна мудрость, чтобы видеть оппонентов Иисус сказал, берегитесь людей Эти люди готовы превратить нас в преступников Они готовы избить нас, назвать врагами государства Во многих местах и временах христианам предлагали стать на сторону государства, чтобы избежать гонений 50-е пастор Ванг Миндао призывал своих братьев и сестер не идти на компромисс Он написал следующие слова Тот, кто верно проповедует Слово Божье, не может не ожидать встречи с оппозицией в форме порицания и насилия Когда его привели в суд, то на первом заседании не могли осудить его Но он знал, что это изменится Он продолжал писать статьи и ободрять верующих Он написал, мы готовы заплатить любую цену, чтобы сохранить Слово Божье Не сдавайтесь, не идите на компромисс Его последняя проповедь прозвучала 7 августа 1954 года Она была по стиху Сын человеческий предан в руки грешников В тот день Ванг Миндао, его жену и 18 других христиан связали и отвели в тюрьму Его приговорили к 15 годам за сопротивление правительству Мы, церковь, должны быть мудры, как змеи, видя тактики людей В начале срока, под ужасными пытками, Ванг Миндао сдался и подписал признание, что поступил неправильно В итоге, его отпустили на свободу Вскоре, после этого, он понял, что сделал Он начал говорить, я Петр, я Иуда Он вернулся к властям и признал свое изначальное заявление, за которое его снова посадили в тюрьму В 1980-м его выпустили на свободу Иисус говорит, что мы должны быть мудры, как змеи И просты или невинны, как голуби Невинность нужна нам для защиты перед обвинителями Не переживайте, что вам сказать, потому что вы получите слова в нужное время Иными словами, не переживайте о своей защите Наша невинность перед обвинителями – это наше величайшее приобретение на суде небес Где происходит настоящее рассмотрение дел В одной из историй Первой Церкви Петр и Иоанн предстали перед судом, потому что они исцелили Хромова А затем начали говорить об Иисусе Обвинители были поражены, потому что Петр и Иоанн были необразованными простыми людьми Обвинители поняли, что они были с Иисусом Та невинность, которую Пилат видел в Иисусе, это то, что судьи увидели в последователях Иисуса Петр и Иоанн сказали своим обвинителям, что правильнее в глазах Божьих Слушаться вас или Бога Посудите сами Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали Христиане, которых допрашивают по поводу их веры, просто свидетельствуют о воскресшем Иисусе Личности, которая принесла в нашу жизнь правление Его мира, радости и надежды Мы не вступаем в дебаты о политической системе Не выступаем против тирании или за демократию Мы просто свидетельствуем о Царстве, частью которого являемся, и о Царе Который, как мы считаем, управляет всеми царствами мира С 21 по 25 стих Иисус формирует наши ожидания Всегда ожидайте, что будете нести крест В этом последнем фрагменте мы видим, как ситуация усугубляется Иисус говорит нам, посланным, провозглашать Царство в мире Он формирует наши ожидания Гонения становятся личными и бесполезными Когда братья обращаются против братьев, отцы отказываются от детей, а дети обращаются против родителей А затем Он дает нам практическую стратегию в отношении гонений Она проста «Бегите!» Когда вас гонят в одном городе, бегите в другой Есть два библейских подхода к гонениям Один — остаться и встретить их Или даже пойти навстречу им Мы видим, как Иисус идет в Иерусалим, зная, что Его ждет суд, избиение и смерть Мы видим, как апостол Павел делает то же самое Даже когда другие пытаются отговорить Его от этого Но основной библейский ответ на гонение — бегство В деяниях первые христиане поступали именно так Убегая, они несли послание Евангелия и жизнь Христа с собой И так церковь росла Я хочу объяснить 23 стих, где сказано «Не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий» Это предложение кажется неуместным Но это появление касается не только текущего контекста первой группы учеников Оно касается церкви, о которой есть вечное поручение Я считаю, что здесь говорится о том, что еврейские города не признали Мессию Мы видим, это же и сегодня Мы продолжаем ждать возврата потерянных овец Израиля Главное послание этого фрагмента состоит в том Что мы призваны к смерти Предательство Потеря репутации, ненависть и смерть Вот то, что связано с теми, кого посылает Иисус Иисус сказал «Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его Наша цель в жизни — стать похожими на Иисуса Включая и его страдания» Апостол Павел сказал «Дабы мне познать его и силу его воскресения и разделить его страдания, став подобным ему в смерти» Все вещи, о которых говорится в последнем параграфе, формулируются в словах Иисуса «Кто хочет идти за Мною, отвергнись с себя и возьми крест свой и следуй за Мною» Гонимая церковь в мире несет это явное послание телу Христову Мы люди, которые призваны к смерти Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет То останется одно А через погребение этого зерна Выбора смерти ради славы Господа Иисуса И обетований новой жизни Через это погребение приходит новая жизнь История Евангелия, в которой мы живем, несет этот важный принцип Смерть — это путь к жизни Один из парадоксов Гонимой церкви состоит в том, что она растет быстрее всего Во время Иранской революции 1979 года исламский режим запретил евангелизации, Библии, изгнал миссионеров и даже убил нескольких пастырей В то время насчитывалось порядка 500 христиан, обратившихся из мусульман Люди думали, что маленькая церковь не выдержит давления Они думали, что она исчезнет За последние 20 лет больше иранцев стали христианами, чем когда-либо Сегодня в Иране сотни тысяч или даже миллион христиан Операция «Мир» говорит, что у Ирана самая быстро растущая евангельская церковь в мире На втором месте находится церковь соседнего Афганистана, жителем которого проповедуют иранцы Мы рады, что у нас в церкви есть группа иранских христиан Одна из них, сестра Киана, бежала от гонений в своей стране и переехала в Канаду Она служит другим иранцам и афганцам Мы попросили Киану рассказать о том, что она пережила Киана, прошу Здравствуйте, меня зовут Киана Я родилась и выросла в Иране в очень религиозной семье В 9 я пошла в церковь с мамой и стала христианкой В Иране обращение из ислама христианство или другую религию преступления И так я стала преступницей в 9 лет Можете представить себе это Со временем у меня возникло желание рассказывать о Христе И из-за этого у меня возникли неприятности Я рассказывала о Христе людям, которых знала, и они начали ненавидеть меня К тому моменту многие знали, что я христианка, потому что я рассказывала другим об Иисусе Меня начали прослушивать, мои звонки прослушивали, они знали, куда я шла и что делала В Иране нет библейских школ, единственный метод обучения подпольные библейские школы Часто они собирали людей из разных церквей и отправляли в соседнюю страну Там их обучали, и потом они возвращались назад, чтобы затем наставить других людей И когда-то я сама поехала в такую поездку И когда мы возвращались назад, одного человека из нашей команды схватили и узнали обо всех нас После этого они схватили всех нас и арестовали Сначала они просто говорили с нами, пытаясь собрать информацию Тогда я поняла, что они знают все Они знали, какого цвета была одежда у меня дома Это просто потрясло меня Они знали о моих личных разговорах с друзьями по телефону, о которых больше не знал никто У них даже были шпионы в нашей церкви Я увидела пару знакомых лиц, когда пошла на допрос Это были их работники Они приходили в церковь и вели себя как сестры Я не ожидала этого Вскоре после этого они отправили письмо нашей церкви В котором говорилось, что каждый, кто приходит туда, должен написать свое имя и номер социального страхования После этого число членов уменьшилось с 300 до 150 Через несколько месяцев они прислали нам новое письмо В котором говорилось, что мы должны записать всю информацию, касающуюся нас Потому что теперь каждый, чье имя не записано в документе, не может приходить в церковь Это уменьшило число членов до 90 человек На протяжении шести месяцев они водили меня на допросы, а затем и на пытки С каждым днем они лишали меня прав Это было очень тяжелое и непростое время Они говорили, ты должна обратиться в ислам Ты должна обратиться в ислам Ты будешь ходить в церковь и шпионить для нас Я не могла делать этого Они пришли в мой университет и забрали меня на глазах у всего класса Никто, даже моя мама, не знали, где я Они сказали, что если я буду и дальше продолжать ходить в церковь Они лишат меня всех прав Я не смогу учиться, работать Я не смогу иметь счет в банке И тогда я сказала, что моя жизнь в царстве Это всего лишь песчинка Но вы не сможете забрать его у меня Вы не сможете этого сделать Из-за этого они очень разозлились Они заставили меня подписать бумагу Что я признаюсь, что не обращусь в ислам ни при каких обстоятельствах И что принимаю все последствия, включая свою смерть, через повешение После этого они отправили письмо моему начальнику Если вы не уволите ее, мы закроем вашу компанию Мы с друзьями только открыли свою компанию И мне пришлось уволиться оттуда Меня внесли в черный список И я не могла учиться в частном или государственном учреждении Тогда пастор начал говорить со мной о вариантах выезда из страны Я была очень молода И не хотела уезжать из своей страны Ведь если все, кого будут гнать, уедут Кто будет рассказывать о Христе? Я думала, что именно это я и должна была делать Но у Бога был свой план Я получила одно письмо, в котором говорилось Приходите в такой-то день, в такое-то место на свое повешение Ваши родственники и друзья могут прийти с вами Это было какое-то безумие Тогда моя мама сказала Я не могу позволить, чтобы все это продолжалось Ты должна уехать Я начала поститься и молиться, прося Бога открыть свой план для меня И в то же время, чудесным образом, я получила билет Моя кузина работала в агентстве и смогла достать мне этот билет Я покинула страну перед тем, как они закрыли мне паспорт всего за несколько часов После этого я два года пробыла в качестве беженки в Турции А потом меня отправили в Ванкувер, Канаду И теперь я здесь Слава Богу, что он сохранил меня в пути У него был свой план Хоть в Иране все двери и закрыты, церковь там растет быстрее всего в мире Это Божий план Я надеюсь, что моя история ободрила вас особенно Будьте благословенны и никогда не бойтесь благовестовать и проповедовать об Иисусе У нас есть много книг и семинаров о том, как сделать так, чтобы церкви росли Но Бог знает, как защищать и взращивать свою церковь От первой гонимой церкви в деяниях до братьев и сестер, которые страдают сейчас в мире Бог работает над тем, чтобы являть жизнь через смерть Смерть — это путь к жизни Это так на всех уровнях Когда мы несем свой крест по жизни Каждый раз, когда я говорю «нет» злости, прибивая его ко кресту, а не проявляя, я несу жизнь окружающим Каждый раз, когда я сдерживаю свой язык, прибивая свои слова ко кресту, это приносит жизнь Каждый раз, когда я выбираю простить кого-то вместо того, чтобы сохранить горечь, я распиная свое право на злость и несу жизнь Апостол Павел сказал, что я ежедневно умираю Тот, кто практикует путь креста, путь смерти во всех сферах жизни, сотрудничает с гонимой церковью И каждый день, неся свой крест дома на работе, в пути, мы развиваем мышцы, необходимые для того, чтобы понести тяжелые гонения Иисус сказал, достаточно для ученика быть подобным его учителю Возможно, мы не всегда останавливаемся, чтобы подумать над тем, насколько уникален крест Бог стал человеком, смирился до того, что люди насмехались над ним, плевали в него и били его, прибивали его руки и ноги, чтобы оставить умирать на глазах других Но этот один поступок, это семя, которое было посажено 2000 лет назад, превратилось в живой виноградник, который распространился по всему миру Бог примирил все с собой, Иисус примирил всех кровью своего креста Смерти наших братьев и сестер по всему миру и наши смерти, когда мы несем свой крест, напоминают нам об одной вещи, которой мы можем хвалиться Крестом нашего Господа Иисуса Христа, которым мир распялся нам, а мы — миру Давайте помолимся, братья и сестры Боже, мы благодарим за Твое призвание и за великий парадокс Что через жертву нашей жизни Ты приносишь жизнь нам и жизнь окружающим людям Спасибо за наших братьев и сестер, которые сегодня проходят через реальный огонь Мы просим, чтобы Ты благословил их и поддержал их Дав им надежду в боли, чтобы еще больше жизни пришло в этот мир В то славное Царство, которое Ты пришел установить в нас, через нас и для нас А Тебе пусть будет вся честь и слава, великий Царь Царей Мы молимся во имя Твое Аминь 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 Аминь